Двойники Разгон Времени Но женщинам он так сильно нравится, что любая о таком сувенире может только мечтать. С таким подарком любая тебе отдастся. У меня скоро свидание намечается. И мне позарез нужен этот аленький цветочек. Только из-за него еще в зоне не торчу. Его недавно тут видели. Артефакт этот похож на волшебный цветок. Светится и днем, и ночью. Достань мне этот артефакт. Я тебя отблагодарю. Но, чувак, я тебе не верю. Ты меня тут раскинул, когда мы тебе принесли. Плэшка сфильмом. Сказал, что мы типа там... Ты нам дашь какую-то хреновину какую-то там скрученную на базе. Но он, друзья, нас кинул в прошлом выпуске. Ну ладно, чё. Да, раздобыть и принести заказчику аленький цветочек. Посмотрим на карте, где он находится. Ё-моё, надо уже бежать на север, чтобы... Ага, находится он на янтаре. Ну что, мы как раз прибежим. Тут, в принципе, это нам недалеко вообще до янтаря. Сейчас посмотрим. Куда мне ТП хнет, кстати, на янтаре или нет? Переход. Вот был у меня ТП хвала отсюда на янтаре. Вот точно. Тут один... Подожди, дед. Здорово-здорово. Кстати, он не заговорил. Эх ты, мужик, не заговорил. Звучайным, конечно, мужик. Дед, случайный. Упишем всё. Чё-то он долго чаем поет, друзья. И... Ну да, и Сахаров, конечно же, молчит. Но он так и будет молчать пока что. По-быстренькому. Надеюсь, мы пройдём. Всё отлично. Отлично, народ. Нас телепортнул прямо туда, куда надо. Мы на задворках завода, которая на лаборатории. Погнали за Алинкиным цветочком. Тут у нас какой-то тайничок. Я его почему-то не смог найти. Он находится на втором этаже. Сейчас, момент. Где-то он в этом сейфе. Почему-то он... Зараза такая не хочет. Может, выше. А выше тут ничего и нету, собственно. Решётка и всё. Ниже там уже точно нету. Ну да ладно, погнали Алинкиным цветочком искать. Территория завода у нас тут полностью очищена. Я уже тут пробегал неоднократно. Всё это зачищали мы. Так что проблем тут нету. Конечно, при первых заходах тут вообще же скачь творился ещё тот. Территорию потихоньку завоёвываем, но всё равно... Зомбированные спаунятся только так. Сколько я не чищу. Всегда захожу, но, оказывается, стараюсь, конечно, зачистить полностью. От недружелюбных нам. Тих ты. А, вон ещё один ходит. Так, а, ну гранатку возьмём. А, ленький цветочек. Интересно, он вот растёт. Играл я... Пучак шах... О, схрон в трубе. Отлично. Пучак шах неизвестный. Там вот именно цветочек вот рос. Как вот в Зое Припяти. Ну, посмотрим, что там будет. Зомбирована ещё кучка. Куда пошёл, мужик? Патроны-то есть? Нет, у них фигу... Лут какой-то вот одинаковый уже. Ага, тайник у забора. Ну, хотя бы тынички с них поснимаем. Нет. Ну, и вон как раз появился он. Мужик сидит какой-то. Как дела, парень? Что, какое задание есть? Нет. Я уверен, что у него будет задание ещё. Так. А, глыба появился сталкер. И у него артефакт. О, ленький цветочек. Ничего себе. Ничего себе. Нихрена, 150 килограмм. Нормально такое вообще. Загадывающий артефакт неизвестного происхождения. Не выделяет практически никакого звучания. Достаточно достоверно известно только о его магическом влиянии на женщину. Ну, тё, ребят. Там не только на женщину. Там и всех мужиков повлияет. Такое, 150 килограмм вес-то. А, кстати. Я прям засмотрелся на это артефакт и убежал. Никакой хабар смотреть не надо. Тынички. Ничего. О, 150 килограмм. Ничего нет, мужик. Что там у нас? Аптечка. Ну, я уверен, что у него заданий никакого не будет сейчас. Ну, нет. Зубаков пойдём перебьём. Вот такой вот чудесный артефакт. Нам бы он очень пригодился. Вроде всё норм. И вроде не задели почти. За исключением доктора. Нашего зомбированного. Который. Да, обычно всегда выносит. Доктора какие-то злые прям. Ну, да ладно. Погнали. Отдадим ему артефакт. Ну что, мужик. Снова ты нас кинешь. Как в прошлый раз, друзья. Просто какой-то это вообще. Он обещал награду. Вот, чувак. Верну я тебе то, что ты просил. Алики-цветочки, друзья. Давайте на него ещё разок посмотрим, как он просто... Это охрененный артефакт. 150 килограмм. Да. Да. Хер тебе врыва. Ничего тебе не дам. Но, чувак, я тебе обещал награду уже два раза. Ничего он нам не дал. Эх, ну что поделать. Такие вот нынче сегодня долговцы. Долговцев вообще вот, кстати, что-то я в этом моде просто не взлюбил. Наверное, начиная с того, как это мы на дикой территории их провожали. Вот это да. Ладно. Попробую я сбегать на заставу сейчас. Ну что ж, народ, перешли на заставу. Я уже вижу, что это локация из пространственной аномалии. Посмотрим, что тут вообще... Вообще имеется у нас тут на карте. Какая-то сирена уже пошла. Да прыгай ты. Шахки. Да вы что, охренели? Кровосос убежал куда-то. На меня не стало, говорится. Да хрень это монолита. Не убил. Да, ребят, чувствую, сейчас тут прям такая движуха будет. Надо придется нам. Твоя мать, что происходит-то? Полтергейсты? Гляньте, гляньте, их просто... Этот кровосос херачит. Давай. Ну, ребятушки, что же вы наделали? Бюрер, бюрер, помогай мне. Тихо, 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 тихо. Фонарик, фонарик выключим. Ага. Барретт, конечно, был бы тут немного пововчее, но что ж поделаешь. Они с телепорта спавнятся, зараза, такие. Чувствую, друзья, придется их тут долго валить, потому что они... Реально. Мне кажется, тут очень долго придется. Что ж, давайте повоюем немного. Так, у них, вон там точка спавна. Я вижу телепорт наверху. Да елки-палки. Да че... Местного сторожа убили. Да какого хера, вот. Сейчас выйду, меня тут расстреляют просто все. Ммм, артефактов тут нормально так валяется. Вон еще. Вон еще. Не хи, вот так. Да глянь, они прут и прут просто. Патронов-то не хватит? Давай, давай. Кто? Да твоя мать-то! Мансим. Мне тоже прилетела одна. Друзья, я нашел такую точку, где их можно прямо на респе валить. Ммм, вон чуваки. Так, вижу. Ага. Прилетела тебе. Да ем, сколько они там будут спавниться? Да тварь, ты перепрыгнул пулю. Вообще охренел. Патрон-то кончается. Да, с галстовки прилетит. Нехило будет нам. Ем, там чуваки слева забегают. Итак, друзья. Вроде один телепорт перестал работать. Я уже тут немного так разложил ребяток. Ем, в меня кто-то стреляет, да? Вон там-то, конечно, да. Они... Сам такой. Вот, они в меня валят. Собачки мне, конечно, помогают. Мне мутанты помогают. Вот это отлично. Подожди, что там творится какая-то мокруха? Обходит. Обходит, обходит. А мне мутанты помогают. Ничего себе. Да твою мать-то! Давай, херели! Да сдохни ты! Ага, нормалек. Ему, что ж так долго перезарядка-то у него? Баррет, конечно, да. Но патроны где? Покупать на него-то. Да твою мать-то! Отлично. Так, друзья. Второй телепорт у нас перестал работать. Перестали тут монолитовцы спауниться. Отлично. Посмотрим, что там теперь находится. Собачки, конечно, у нас тут бегают. Ему, артефакты мы, конечно, подберем потом. Отлично, отлично. Сколько их тут? Подождите, сколько их тут реально? Сейчас проверим, что за дела. Один где-то. По-моему, их тут просто беда. Да ему, я застрял. Насколько я помню. Кресталл нам не нужен. А, да, вот, все, заработал, родной. Да, нихрена у вас там все кучка, да? Снорки, давайте, помогайте мне, помогайте. Да твою мать-то! Как ты так мне попал? Просадил мне прям. Вообще вот это мне. Прилетела. Да твою мать, кусты кровоточат. Это зеленый ерундой. Да твою мать-то! Мне, наверное, стрёмно, на самом деле. Кто еще сзади стреляет от меня? Вот он, ты гад... Ты че... Ты кто такая вообще? Девка прибежала с галстушкой. Чувак, я тут у тебя постою немного. Не возражаешь? Я думаю, не возражает. И вот так будем потихоньку валить. Да разряжайся! Твою мать-то! Друзья, прикиньте, тут сохранки не работают. Ну, то есть, они работают, но когда мы загружаемся, чуваки по-новому тут... Это оттелепортится. То есть, по-новому приходится всех валить. Вот это дело, а вот это действительно интересно. Не то, что там загрузилось и сохранилось. Да и нихера у вас там просто куча. Вот, а тут уже действительно надо не умирать. Где-то рядом, вон он. Просто как муравьи спавнятся. Четверо. Угу. Да уж. С Барретом я... Да тихо ты, ё-мой. Сейчас убьют и вообще беда будет. Какой-то там казачок засуну. Ходит. Не попал. Угу, отлично. Сейчас, по идее, уже должно все закончиться. Не вечно же они. Ну, чувак, ё-мое. Ты чё там делаешь-то? Да уже я не вижу их. Сейчас такая будет битва снайперов. Ага. Вы прошли все испытания. Ну что ж, отлично. Вы победили, друзья. Застава очищена. Ну и что, меня в главное меню? И гляньте, исчезла. То есть мы не видим, сколько здоровья. Прицела нету. Но, тем не менее, друзья, мы прошли. Я тут... Ещё побег... Чего? Кто тут? А-а-а. Без прицела-то как-то реалистичнее стало всё. Момент. Мне интересно посмотреть, что в этих старых наших местах, где мы в пространственной аномалии бегали. В подвальчике вот тут, где призрак был. Что тут вообще? Ничего, хоть телепорт какой-нибудь ставили. Нет. Артефакт сейчас соберём. А там что? Да, закрыто. Так. Маленько полетаем и посмотрим, чего мы добились. Ну, трупов вот сколько на локации. Тут уже, небось, половины исчезли. Хотя... Труп исчезает там, по-моему, несколько суток игровых. Не, ну тут можно определить по оружию, сколько мы народу завалили. Реально, тут немало так было. Огонь! С учётом того, что все с галсовками. Ну, тут вообще скопищи, да. Я их на респе валил. Что ещё тут есть? В принципе, в принципе. Окей, пойду артефакты собирать, пожалуй. Ну что ж, народ, удачно я всё полутал. Всё подобрал. В принципе, смотрите, что у меня... Что прибавилось. Да ё-моё, нам не туда немного. Так. Да, мы находимся сейчас в пригороде. Решил я кое-что вам интересное показать. А прибавилось у нас что? Вспышка? Чё тут прибавилось-то, ё-моё? Лунный свет, два артефакта. Ну, такие уже мусора. Я не знаю, кто-нибудь собирает. Вот из ребят, кто проходит. По-моему, уже никто их не собирает, потому что денег вообще немерено. Важнее вот такие артефакты, типа Дива, там ещё, знаю, Серафим вроде что такое есть. Ну и чтобы радиацию и, соответственно, вес. Окей, погнали посмотрим на одно интересное место. Когда мы заходим на локацию пригород, мы слышим вот такие звуки. Колокол. Колокол где-то звенит. Церквушка старая. Идеально, конечно, тут ночью бегать, но можно отмотать для большей атмосферности. Но всё равно прикольно днём. Твою мать, что это? Ещё-то куча трупов. Я такого раньше не видел. Осознание, чувак. И это тоже? Да, все ребята из осознания. А что они тут делают? Ну, дела. Я думаю, приду, сейчас покажу вам просто кое-что. А тут, бац, такие дела. Раньше их не было. Хорошо. Церквушечка наша. Лесенка. Вообще, очень-то лестница неудобная. Очень лестница неудобная. Вот такие дела. Аж можно, не знаю, скрин какой-нибудь сейчас делать. Ага. Ё-моё, что это трупа какой-то в воздухе. Сейчас, друзья, момент. Общение со своим интересом. Твою мать, да что ты говоришь? Я тебе нужен. Вводи его народ. Ещё можно сейчас с ним говорить? Ты что, наркоманка, что ли? Да ты упоротая, чувиха. Ё-моё, ну, если бы я играл ночью, это, конечно, было бы стрёмно. Что тут делать-то надо? Меня что-то кроет вообще нехило. Так, давайте дробаш в руки возьмём. Что-то красное началось. Вот это диво, друзья. Схрон. РГ-6. Вот эти штуки. Так, это от немецкой пушки. Это топливо для огнемёта. Уже, который такой ручной, нормальный. Ё-моё, что там за звук, который можно перезаряжать? А это заряд. От, эээ, панзершрэк, чё-то там. Управляемая ракета 9М-313. Я не знаю, куда его реально сувать ракет состоит из четырёх скреплённых между собой отсеков головного, ролевного. Ну, поняли. Ракета опирается куда-то туда-туда-то. В головном отсеке ракеты размещаются следящие координаторы цели. Ну, отлично. Пойдёмте этажом выше. Кроватка. Кто тут живёт? Мне интересно, что тут за замут такой. Раньше, когда я играл, тут какая-то вот фигурка была. Сейчас почему-то её нету. Куда-то наделось. Ну да ладно. Может, на старой версии играл. Тут уже немного поновее. Давай, заходи. Что очень, друзья, важно. Тут находится тайничок. На крыше. Вот он, он родной. И в нём экзоскелет. Да. Элитный экзоскелет-монолит. 200 килограмм. Я считаю... Надо брать его. Ещё у... Ух ты, ничего себе. У деда улучшим. И будет вообще красота. Красотулька. Так, что нам ещё нужно? А, пузырь один. Ну, 320 килограмм, друзья. Как вам? Я считаю, нормально. Бегать можно? Бегать можно. Что делать с этим колоколом? Я ещё как-то... Прям... Твою мать-то. Да берём всё, конечно. 166. Можно сейчас что угодно, друзья, таскать теперь. Единственное, что надо проверить. Экзоскелет, как он вообще работает? Не работает? Потому что... Вы помните. Наверное, кто смотрит меня. В одном из выпусков я прям реально сравнил экзоскелеты. Вот сева. Вот она реально круче была, чем экзоскелет. Поэтому я их не таскал. Я надеюсь, что... С экзоскелетом монолита такой ерунды нет. Что тут ёмой-то ещё есть? Чувиха со мной поговорила. И начала угорать. Вообще по-дикому. Может к могиле подойти. Как будто какие-то призраки или как будто что-то такое вообще непонятное. И, друзья, на этом мы, пожалуй, будем уже заканчивать сегодняшний наш выпуск. Я по-прежнему нахожусь в пригороде. Но единственное, что я убежал на завод, который тут недалеко от Саркушечка. Буквально прямо через дорогу находится. И тут прямо какая-то чертовщина творится. Я не... Да твою мать-то! Я не знаю, что делать. Тут пси-звучение просто валит. Ты твою мать-то! Ема, аж мурашки побежали. Фантомы тебя пугают. Как-то, я уверен, можно отключить это звучение. Но вот как... Ты твою мать-то! Ема, просто какая-то жесть вообще творится. Все мурашки уже в этих... Все мурашки, все ляшки в мурашках. Ема, трешак какой-то. По-любому, друзья, будет какой-то квест, связанный с этим отключением. Потому что... Да и твою мать-то! Потому что... Потому... Ема, я же забыл, что хотел сказать. Ема, жесть какая-то. Закрывайся. Потому что, да, много мест, где пси-звучение... Где там еще, ема, на какой локации были? Сейчас я залезу. По идее, вот эту антенну надо вырубать, чтобы его не было. Ну, как это сделать? Ну, хрен узнает. Вообще. Давайте немного полетаем. Покажу вам, что... Карта хорошая. Весьма... Населенная. Все сделано. Единственные квесты нужны. Вот это беда многих карт здесь. Ну, я уверен, все это дополнится. Мы пока что ходим. Смотрим, какие-то квесты выполняем. Которые, несомненно, будут... Уже... В конечной версии мода. Но мы их уже прошли и возвращаться к ним не будем. Ну, что ж, друзья. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Кто смотрит вообще мои выпуски прохождения по данному моду. Очень приятно, когда там комментируете. Пишите что-то под видео. Вообще круто. Вот. И напишите в комментариях, кто смог пройти эту церквушку. Вот, ребят. Вот. Не знаю, что с ней делать. Просто аномалия какая-то. Аномалия уже такого масштаба. Непонятно. Вроде замут-то крутой. Но что делать с этой чвихой пока не ясно. И, друзья. Всем спасибо. Всем пока. Глуба. Появился сталкер. И у него артефакт. Оленькие цветочки. Ничего себе. Ничего себе. Нихрена. 150 килограмм. Нормальный такой вообще. Загадывающий артефакт. Неизвестного происхождения. Не выделяет практически никакого звучания. Достаточно достоверно известно только о его магическом влиянии на женщину. Ну. Те, ребят. Да. Там не только на женщину. Там и всех мужиков повлияет. Такое 150 килограмм вес-то. А, кстати. Я прям засмотрелся на этот артефакт и убежал. Никакой хабар смотреть не надо. Ты нички. Ничего. 150 килограмм. Ничего нет. Мужик. Что там у нас? Аптечка. Я уверен, что у него заданий никакого не будет сейчас. Но нет. Зубаков пойдем перебьем. Вот такой вот чудесный артефакт. Нам бы он очень пригодился. Вроде все норм. И вроде не задели почти. За исключением доктора. Нашего зомбированного. Который. Да. Обычно всегда выносит. Доктора какие тут злые прям. Ну да ладно. Погнали. Отдадим ему артефакт. Ну что, мужик. Снова ты нас кинешь. Как в прошлый раз, друзья. Просто какой-то это вообще. Он обещал награду. Вот, чувак. Верну я тебе то, что ты просил. Алики цветочек, друзья. Давайте на него еще разок посмотрим. Как он просто. Это охрененный артефакт. 150 килограмм. Да. Да. Хер тебе врыва. Ничего тебе не дам. Но, чувак. Я тебе обещал награду уже два раза. Ничего он нам не дал. Эх. Ну что поделать. Такие вот нынче сегодня долговцы. Долговцы. Долговцев вообще вот, кстати, что-то я в этом моде просто не взлюбил. Наверное, начиная с того, как это мы на дикой территории их провожали. Вот это да. Ладно. Попробую я сбегать на заставу сейчас. Ну что ж, народ. Перешли на заставу. Я уже вижу, что это локация из пространственной аномалии. Посмотрим, что тут вообще... Вообще имеется у нас тут на карте. Какая-то сирена уже пошла. Да прыгай ты. Шахки. Да вы что, охренели? Кровосос убежал куда-то. На меня не стало, говорится. Да охренеть ты, монолита. Не убил. Да, ребят. Чувствую, сейчас тут прям такая движуха будет. Надо придется нам. Твою мать, что происходит-то? Полтергейсты? Гляньте, гляньте их. Просто этот кровосос херачит. Давай. Ну, ребятушки, что же вы наделали? Бюрер, бюрер, помогай мне. Тихо, 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 тихо. Фонарик, фонарик выключим. Ага. Барретт, конечно, был бы тут немного пововчее. Но что ж поделаешь. Они с телепорта спавнятся, зараза, такие. Чувствую, друзья, придется их тут долго валить. Потому что они... Реально. Мне кажется, тут очень долго придется. Что ж, давайте повоюем немного. Так, у них, вон там точка спавна. Я вижу телепорт наверху. Да елки-палки. Да че? Местного сторожа убили. Да какого хера? Вот. Сейчас выйду, меня тут расстреляют просто все. Ммм, артефактов тут нормально так валяется. Вон еще. Нехило так. Угу. Да уж. С Барреттом я... Да тихо ты, емой. Сейчас убьют и вообще беда будет. Какой-то там казачок засланный. Ходит. Не попал. Угу. Отлично. Сейчас, по идее, уже должно все закончиться. Не вечно же они. Чувак, емое. Ты че там делаешь-то? Да уже я не вижу их. Сейчас такая будет битва снайперов. Ага. Ну что ж, отлично. Вы победили, друзья. Застава очищена. Ну и что, меня в главное меню. И гляньте, исчезла. То есть мы не видим, сколько здоровья. Прицела нету. Но тем не менее, друзья, мы прошли. Я тут еще побег... Чего? Кто тут? Без прицела-то как-то реалистичнее стало все. Момент. Мне интересно посмотреть, что в этих старых наших местах, где мы в пространственной аномалии бегали. Подвальчики вот тут, где призрак был. Что тут вообще? Ничего. Хоть бы телепорт какой-нибудь ставили. Нет. Артефакты сейчас соберем. А там что? Да, закрыто. Так. Маленько полетаем и посмотрим, чего мы добились. Ну, трупов вот сколько на локации. Тут уже, небось, половины исчезли. Хотя... Труп исчезает там, по-моему, несколько суток игровых. Не, ну тут можно определить по оружию. Сколько мы народу завалили. Реально, тут немало так было. С учетом того, что все с галстовками. Ну, тут вообще скопище, да. Я их на респе валил. Что еще тут есть? В принципе, в принципе, в принципе. Окей, пойду артефакты собирать, пожалуй. Ну что ж, народ, удачно я все полутал, все подобрал. В принципе, смотрите, что у меня... Что прибавилось. Да, е-мое, нам не туда немного. Так, да, мы находимся сейчас в пригороде. Решил я кое-что вам интересно показать. А прибавилось у нас что? Вспышка? Что тут прибавилось-то, е-мое? Лунный свет, два артефакта. Ну, такие уже мусора. Я не знаю, кто-нибудь собирает. Вот из ребят, кто проходит. По-моему, уже никто их не собирает. Потому что денег вообще немерено. Важнее вот такие артефакты. Типа Дива, там еще, знаю, Серафим вроде что такое есть. Ну и чтобы радиацию и, соответственно, вес. Окей, погнали посмотрим на одно интересное место. Когда мы заходим на локацию пригород, мы слышим вот такие звуки. Колокол. Колокол где-то звенит. Церквушка старая. Идеально, конечно, тут ночью бегать, но... Можно вот мотать для большей атмосферности. Но все равно прикольно днем. Твою мать, что это? Что-то куча трупов. Я такого раньше не видел. Осознание, чувак. И это тоже? Да, все ребята из Осознания. А что они тут? Во, и мужик мне как раз смажет. Всем привет, друзья, с вами Краймер. Я продолжаю проходить мод двойники и разгон времени. Решил я пойти на север, но тут, видите, у нас квест появился. У мужика еще один, поэтому надо его выполнить. Чувак, ну у меня руки, все, просто уже не могу. Надо квест какой-то раздобыть и принести заказчику аленький цветочек. Что за аленький цветочек? Помоги мне, наемник. Есть в зоне один артефакт, который мы прозвали аленький цветочек. Он бесполезен для сталкеров, но женщинам он так сильно нравится, что любая о таком сувенире может только мечтать. С таким подарком любая тебе отдастся. У меня скоро свидание намечается. И мне позарез нужен этот аленький цветочек. Только из-за него еще в зоне не торчу. Его недавно тут видели. Артефакт этот похож на волшебный цветок. Светится днем и ночью. Достань мне этот артефакт. Я тебя отблагодарю. Но, чувак, я тебе не верю. Ты меня тут раскинул, когда мы тебе принесли флешку сфильмом. Сказал, что мы типа там... Ты нам дашь какую-то хреновину, какую-то там скрученную на базе. Но он, друзья, нас кинул в прошлом выпуске. Ну ладно, че. Да, раздобыть и принести заказчику аленький цветочек. Посмотрим на карте, где он находится. Е-мое, надо уже бежать на север, чтобы... Ага, находится он на янтаре. Ну что, мы как раз прибежим. Тут, в принципе, это нам недалеко вообще. До янтаря. Сейчас посмотрим. Куда мне ТП хнет, кстати, на янтаре или нет? Переход. Вот был у меня ТП хвала отсюда на янтаре. Вот точно. Тут один... Подожди, дед. Здорово, здорово. Кстати, он не заговорил. Эх ты, мужик, не заговорил. Случайным, конечно, мужик. Дед, случайный. Убышаем все. Что-то он долго чаем поет, друзья. И... Ну да, и Сахаров, конечно же, молчит. Но он так и будет молчать пока что. Кто молода зелена? Чего ты тут ищешь? Побыстренько. Надеюсь, мы пройдем. Все отлично. Отлично, народ. Нас телепортнул прямо туда, куда надо. Мы на задворках завода, которая на лаборатории. Погнали за Алькиным цветочком. Тут у нас какой-то тайничок. Я его почему-то не смог найти. Он находится на втором этаже. Сейчас, момент. Где-то он в этом сейфе. Почему-то он... Зараза такая не хочет. Может, выше. А выше тут ничего и нету. Собственно, решетка и все. Ниже там уже точно нету. Ну да ладно, погнали Алькиным цветочек искать. Территория завода у нас тут полностью очищена. Я уже тут пробегал неоднократно. Все это зачищали мы. Так что проблем тут нету. Конечно, при первых заходах тут вообще жизнь скачетворился еще тот. Территорию потихоньку завоевываем. Но все равно зомбированные спаунятся только так. Так, сколько я не чищу. Всегда захожу, но, оказывается, стараюсь, конечно, зачистить полностью. От недружелюбных нам. Тихо ты. Вон еще один ходит. Так, а, ну, гранатку возьмем. А, ленький цветочек, интересно, он вот растет. Играл я по человеку шах... О, схрон в трубе. Отлично. По человеку шах неизвестный. Там вот именно цветочек вот рос. Как вот в Зои Припяти. Ну, посмотрим, что там будет. Зомбирована еще кучка. Куда пошел, мужик? Патроны-то есть? Нет, у них лут какой-то вот одинаковый уже. Ага, тайник у забора. Ну, хотя бы тынички с них поснимаем. Нет. Ну, и вон как раз появился он. Мужик сидит какой-то. Как дела, парень? Что, такое задание есть? Нет. Я уверен, что у него будет задание еще. Так. А, делают. Ну, дела. Я думаю, приду, сейчас покажу вам просто кое-что. А тут, бац, такие дела. Раньше их не было. Хорошо. Церквушечка наша. Лесенка. Вообще, очень тут лестница неудобная. Очень лестница неудобная. Вот такие дела. Аж можно, не знаю, скрин какой-нибудь сейчас делать. Ага. Е-мое, что это трупа какой-то в воздухе. Сейчас, друзья, момент. Общение со своим интересом. Твою мать, да что ты говоришь? Я тебе нужен. Вводи его, народ. Еще можно ничего с ним говорить? Ты что, наркоманка, что ли? Да ты упоротая, чувиха. Е-мое, ну, если бы я играл ночью, это, конечно, было бы стрёмно. Что тут делать-то надо? Меня что-то кроет вообще нехило. Так, давайте дробаш в руки возьмем. Что-то красное началось. Вот это дело, друзья. Схрон. РГ-6. Вот эти штуки. Так, это от немецкой пушки. Это топливо для огнемета. Уже, который такой, ручной, нормальный. Е-мое, что там за звуки, которые можно перезаряжать? А это заряд. От, э-э-э, Панзершрек. Че-то там. Управляемая ракета. 9М-313. Я не знаю, куда его реально. Суббатя ракета состоит из четырех скрепленных между собой отсеков. Головного, рулевного. Ну, вы поняли. Ракета опирается куда-то туда-туда-то. В головном отсеке ракеты размещаются следящие координаторы цели. Ну, отлично. Пойдемте этажом выше. Кроватка. Кто тут живет? Мне интересно, что тут за замут такой. Раньше, когда я играл, тут какая-то вот фигурка была. Сейчас почему-то ее нету. Куда-то наделась. Ну, да ладно. Может, на старой версии играл тут уже немного поновее. Давай, заходи. Что очень, друзья, важно. Тут находится тайничок. На крыше. Вот он, он родной. И в нем экзоскелет. Да. Элитный экзоскелет монолит. 200 килограмм. Я считаю, надо брать его. Еще у... Ух ты, ничего себе. У деда улучшим. И будет вообще красота. Красотулька. Так, что нам еще нужно? А, пузырь один. Ну, 320 килограмм, друзья. Как вам? Я считаю, нормально. Бегать можно? Бегать можно. Что делать с этим колоколом? Я еще как-то... Прям... Твою мать-то. Доберем все, конечно. 166. Можно сейчас что угодно, друзья, таскать теперь. Единственное, что надо проверить. Экзоскелет, как он вообще работает. Не работает. Потому что... Вы помните. Наверное, кто смотрит меня. В одном из выпусков я прям реально сравнивал экзоскелеты. Вот села. Вот она реально круче была, чем экзоскелет. Поэтому я их не таскал. Я надеюсь, что... С экзоскелетом монолита такой ерунды нет. Что тут, ема-то? Еще есть. Чувиха со мной поговорила. И начала угорать. Вообще по-дикому. Может, к могиле подойти. Как будто какие-то призраки. Или как будто что-то такое. Да глянь, они прут и прут просто. Патронов-то не хватит. Давай, давай. Кто? Да твою мать-то! Ман-си. Угу. Мне тоже прилетела одна. Друзья, я нашел такую точку, где их можно прямо на респе валить. Угу. Вон, чуваки. Так, вижу. Ага. Прилетела тебе. Да ема, сколько они там будут спавниться? Да тварь, ты перепрыгнул пулю. Вообще охренел. Патрон-то кончается. Да, с галстовки прилетит. Нехило будет нам. Ема, там чуваки слева забегают. Итак, друзья. Вроде один телепорт перестал работать. Я уже тут немного так разложил ребяток. Ема, в меня кто-то стреляет, да? Вон там-то, конечно, да. Они... Сам такой. Вот, они в меня валят. Собачки мне, конечно, помогают. Мне мутанты помогают. Вот это отлично. Подожди, что там творится какая-то мокруха? Обходит. Обходит, обходит. А мне мутанты помогают. Ничего себе. Да твою мать-то! Давай, херели! Да сдохни ты! Ага, нормалек. Ему, что ж так долго перезарядка-то у него? Баррет, конечно, да. Но патроны где? Покупать на него? Да это твою мать-то! Отлично. Так, друзья. Второй телепорт у нас перестал работать. Перестали тут монолитовцы спавниться. Отлично. Посмотрим, что там теперь находится. Собачки, конечно, у нас тут бегают. Ему, артефакты мы, конечно, подберем потом. Отлично, отлично. Сколько их тут? Подождите, сколько их тут реально? Сейчас проверим, что за дева. Один где-то. По-моему, их тут просто беда. Да ем, я застрял. Насколько я помню. Кристалл нам не нужен. Обнаружил сталкер. Огонь! А, да, вот все, заработал, родной. Да, ни хрена у вас там всей кучкой, да? Снорки, давайте, помогайте мне, помогайте. Да, твою мать-то. Как ты так мне попал? Просадил мне прям. Вообще вот это мне. Прилетело. Да, твою мать. Кусты кровоточат. Вот здесь зеленый ерундой. Да, твою мать-то. Мне, наверное, стрёмно, на самом деле. Кто еще сзади стреляет от меня? Вот он, ты гад. Ты кто такая вообще? Девка прибежала с галст-пушкой. Чувак, я тут у тебя постою немного. Не возражаешь? Я думаю, он не возражает. И вот так будем потихоньку валить. Да разряжайся. Твою мать-то. Друзья, прикиньте, тут сохранки не работают. Ну, то есть они работают, но когда мы загружаемся, чуваки по-новому тут. Это телепортится. То есть по-новому приходится всех валить. Вот это дело, а вот это действительно интересно. не то, что там загрузился, сохранился. Да ни хера, у вас там просто куча. Вот, а тут уже действительно надо не умирать. Где-то рядом, вон он. Просто как муравьи спавнятся. Четверо.